В образовательном центре «Сириус» собрались старшеклассники из 12 городов и поселков нашей страны. Ноябрьск представила сборная из 7-й и 2-й школы. Сегодня финалисты в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария, сразу к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, ты впервые побывала в финале в «Сириусе». Расскажи, как впечатления от «Сириуса» и, собственно, от финала. На самом деле это все очень захватывающе, интересно и интригующе, скорее всего, потому что ты едешь туда в неизвестность. И когда ты видишь ту территорию, которую занимает «Сириус», это, наверное, просто эмоции восхищения и предвкушения чего-то невероятно крутого. Масштабы, да, действительно, наверное, поражают. А каковы возможности, которые дает это здание и, собственно, сами помещения, лаборатории? Скажу так, «Сириус» — это действительно хорошая, очень стартовая площадка, особенно для юных ребят, которые сейчас попадают туда на образовательные смены. Там самое новейшее оборудование, очень много разных лабораторий, потрясающие специалисты. Поэтому это действительно очень здорово и очень неплохо помогает развиваться. Какая-то из лабораторий, может быть, зацепила? Я так понимаю, у вас была экскурсия? Да, у нас была экскурсия. Ну вот, лично мне очень понравилась часть с генетикой растений и робототехникой. Там где 3D-принтеры находятся, роботы сами, потому что меня очень привлекает техника, техническое направление. Аксения, ты наверняка подсознательно уже сравнивала, поскольку ты была второй раз в «Сириусе». Какие были впечатления на этот раз и в чем отличительная черта этого турнира? Ну, в первую очередь, в этом году мы были не на полной смене, то есть в прошлом году мы были в «Сириусе» около 10 дней. В этом году мы поехали на 3 дня. В принципе, было грустно, что мы отправились туда всего лишь на 3 дня, потому что мы подружились со всеми ребятами. Там были ребята с прошлого года, с которыми мы общались и не виделись весь этот год, поскольку мы живем в разных городах, в разных концах нашей страны. И это было действительно очень круто. И в прошлом году, и в этом году. Это что-то потрясающее, что, конечно, можно сравнить, но в любом случае это очень круто. А так тяжелее, когда меньше дней на подготовку уже реализацию проекта? Конечно. Я думаю, если бы нас… Я не думаю, я уверена, что если бы у нас было больше времени, мы бы смогли еще более тщательно продумать наш проект и добить эти пару баллов, которые нам не хватило до первого места. Ну и, конечно, пообщаться с ребятами. К проекту мы вернемся чуть позже. Расскажи, пожалуйста, а сам финал в этом году, он проходил в немножко ином формате. Вот ваши впечатления от этого и как вообще все было устроено? Ну, получается, первую неделю начала турнира мы занимались онлайн с нашим наставником, нашей командой, командой из второй школы и командой из Ханты-Мансийска. Там мы немного познакомились и начали уже разрабатывать, не разрабатывать, а обучаться языку программирования Python и, в принципе, тем вещам, которые нам бы понадобились при решении нашего кейса. Потом мы уже отправились в Самсириус, где мы дорабатывали наш проект и использовали уже полученные знания для разработки самой программы, которую мы делали. Мария, что вам удалось изучить в буквально сжатые сроки? Ну, за такой короткий срок, это кажется невероятным, но мы все же смогли обучиться базовым каким-то вещам на языке программирования. Мы еще улучшили свои навыки и умения как в общении, потому что работа в команде — это тоже очень важный и полезный навык, который в будущем очень пригодится. И, наверное, это работать и анализировать текст, потому что приходилось его сжимать, переворачивать, переделывать, менять все и начинать заново. Поэтому мы, безусловно, получили очень полезные качества, которые будем применять. Вот возвращаясь к работе в команде, как у вас распределялись роли? Ой, это очень интересный момент. У нас, когда еще были курсы онлайн по soft skills, мы с девочками списывались и так в шуточной форме обсуждали, кто есть кто. Но в итоге так оно и случилось. Весь в самом Сириусе нам нужно было представить нашу команду членам жюри, и там уже это помогло нам распределить роли. Ну, я заняла роль лидера нашей команды, роль главнокомандующего. Все остальные ребята занимали не менее важные роли, ведь чтобы выполнять хорошую работу в команде, нужно делать это всем вместе. И каждый из нас нес на себе очень важную должность и был не менее значимым, может быть, даже наиболее. Мальчики у нас занимались как раз-таки больше по технической части проекта. Они занимались программированием и созданием бота. Мы с девочками занимались, в принципе, всем остальным и немножко ботом. Ребята тоже из Ханапоисийска в этом участвовали и помогали нам. Ну, давайте, рассказывайте уже о проекте. Что это было? Нам была дана тема анализ больших данных, то есть нам нужно было создать алгоритм, который будет определять эмоциональный окрас текста. Мы решили оформить его в удобном для всех интерфейсе, то есть создать телеграм-бота. И мальчики у нас работали допоздна, они просто выбивали, мне кажется, каждую секунду, которую могли что-то написать. Ночью собирали информацию всю, потому что мы не имели возможности компьютером, заниматься на компьютере. И поэтому они собирали какие-то видеоуроки себе, подборки делали, выписывали какие-то определения, коды, которые могли бы им помочь. Поэтому, когда мы говорим, что мы работали допоздна ночью, это действительно было так. Собирали данные, потому что это тоже была очень важная часть работы. То есть вручную мы собирали около 400 твитов, которые были нашей основой, которая послужила тестом. Это была основа для создания русскоязычной модели. То есть на основе этой модели мы проверяли работу нашего бота, то есть его точность и вероятность. То есть вот эти около 500 твитов, они были англоязычные? Нет, это русскоязычные. У нас была англоязычная база, на которой мы обучали модель, и русскоязычная, которая уже тестировалась на них. А на англоязычной базе, это был уже готовый датасет, который мы нашли на просторах интернета, там было около 600 различных высказываний и твитов различной окраски. И такое вот огромное количество нам пригодилось для того, чтобы обучить модель. А те, что те данные, которые мы собрали самостоятельно, их бы, к сожалению, не хватило, но они отлично подходили для тестирования нашего бота и, опять же-таки, для выведения статистики, которая также там есть. Как это может помочь компании «Газпромнефть»? В первую очередь мы делали нашего бота, делали нашу программу для того, чтобы облегчить работу компании по сбору информации об этой же компании. То есть основная цель – это отслеживание общественного мнения. Безусловно, делать это вручную, самостоятельно – это очень трудоемкий процесс, который занимает очень много сил, времени, и человеку с этим справиться очень тяжело. Поэтому намного проще поручить это дело программе, которая самостоятельно сможет собирать все данные, фильтровать их, распределять на положительные, негативные и нейтральные, и показывать уже человеку статистику, где будет показано, ага, по заправкам нам больше нравится кофе, а вот по работе не нравится спецкостюмы. Получается, предусмотрена еще и статистика в итоге, диаграмма какая-то остается, да? Да, да. Как оцениваете работы других команд, проекты, которые вы успели посмотреть? Работа других команд, безусловно, очень сильная и требовали огромной подготовки. В принципе, на этом этапе не могло быть слабых работ, и ребята очень сильно постарались вместе с экспертами «Газпрома нефти», которые им помогали, и это были очень сильные работы. Если говорить о вашем наставнике, кто это был и, собственно, что за знания вам дали? Ксения Балабаева, так зовут нашего наставника, она занимается в области медицины, то есть большие данные связаны с медициной. Аналитика данных, да. Да, в введении различных программ, то есть это все касается как раз-таки медицины и здравоохранения. Да, то есть с ним мы отрабатывали язык программирования Python, базовые какие-то знания, которые были необходимы нам, нам, чтобы понять, кто вообще сможет писать тот же самый код для чат-бота. И в конечном итоге, когда мы в самом Сириусе уже дорабатывали наш проект, создавали наш продукт, она тоже учила нас, то есть мы с ней составляли различные схемы, планы работы. Также она рассказывала много еще полезных функций, которые мы могли бы написать, но применяли их на практике несколько человек, которые непосредственно занимались технической частью нашего проекта. Если говорить, опять же, о проекте, у кого появилась идея именно детектора эмоций? То есть, насколько я понимаю, ведь любая нефтегазовая задача, там ее можно по-разному реализовать, и именно такая реализация кому пришла в голову? Изначально это была как задумка нашего кейса, то есть написать алгоритм, а именно поместить его в Telegram-бот предложила нам наша наставница Ксения Балабаева, которая также нам сказала, что, в принципе, мы можем создать и сайт, и приложение, но на это нужно намного больше времени. Поэтому мы безоговорочно приняли решение создавать именно Telegram-бота, потому что это просто, легко, понятно и… Просто программирование! Ну, просто в реализации именно самого интерфейса. Да, то есть это удобность формата, понятность для практически каждого пользователя, и разобраться в этом со стороны человека, который заходит в этот чат-бот, на самом деле, очень легко и доступно. Ну, в первую очередь, мы выбрали именно Telegram-бота, потому что это занимало намного меньше времени, чем остальные варианты. Опять же, возвращаемся к срокам. Вот за эти буквально три дня, когда самая главная часть финала проходила, что было самым сложным? Я думаю, это написание программы, разработка алгоритма, разработка системы, потому что ребята, наши мальчики, которые занимались именно этим, они на протяжении обучения в онлайн-формате разрабатывали и обучались каким-то основам. А когда мы приехали, мы уже начали работать строго по созданию системы, которая нам нужна. И это занимало очень много времени, очень много сил, и я даже не знаю, как они с этим разбирались, потому что это реально очень тяжело, очень сложно. Ну да, буквально из основы создать огромный продукт, который прям очень много знаний на самом деле требует. И главная точность была в написании, потому что буквально один пробел мог испортить все. Вы упомянули, что самая сложная была техническая часть. А как же презентация? И как вы вообще представили свою команду? Конечно, презентация проекта — это был очень сложный этап, но в связи с тем, что были задействованы практически все участники нашей команды, это было немного легче, чем сама часть программирования. Перед нами была цель сделать наш проект информативным, полезным и интересным. То есть представить его так, чтобы людям было интересно на это смотреть. Мы не хотели подавать какую-то сухую информацию и выбрасывать какие-то факты. Нам нужно было сделать так, чтобы в нашем проекте действительно заинтересовались. Поэтому мы еще с самого начала, когда мы были все у нас дома в Ноябрьске, в Ханты-Мантийске, мы начали работать над креативом и придумывать, что бы мы в принципе могли сделать. Тогда появилась идея снять видеоролик. Прямо в Ноябрьске мы писали сценарий к нему, отсняли материал, который нам нужен был здесь, и вследствие хотели реализовывать его в Сириусе, что мы, собственно, и сделали. По поводу самой презентации проекта, когда мы уже стояли на сцене и показывали наш проект членам жюри, я бы не сказала, что было страшно. Единственное, было страшно за то, что нам не хватит времени, поскольку нам буквально за 10 часов до презентации сообщили о том, что у нас уродяется регламент, и вместо 10 положенных минут у нас будет 5 минут на презентацию. Мы были капельку шокированы, потому что у нас было очень много материала, которые мы хотим рассказать, показать, чтобы это было четко, ясно, понятно, и очень много там, в общем, было информации. И вот последний день перед защитой это был полный хаос, потому что мы перебирали всю информацию, мы переделывали презентацию, чтобы уместить на слайдах больше иллюстративного материала и проговаривать намного меньше. Мы сидели допоздна, мы откладывали отбой, нам разрешали кураторы, чтобы мы посидели и урезали вот текст готовый, который был, чтобы его рассказать, и нам потребовалось гораздо меньше времени. Что касается части, где эксперты задают вопросы, боялись ли вы этого момента и, собственно, как выдержали его? Это было, наверное, больше волнительно и неожиданно. На самом деле, когда эксперты задают какой-то вопрос, он немножко тебя сначала шокирует, а потом слова, можно сказать, сами начинают литься, потому что ты знаешь всю информацию, которую ты сам писал, ты знаешь, что ты делал, и начинаешь рассказывать, и иногда даже в своем ответе ты можешь предотвратить ответы на другие вопросы, которые, может, еще хотели задать. Да, лично я переживаю по поводу вопросов только перед защитой, перед тем, как мы... В общем, когда мы даже не вышли, тогда я переживаю. Но когда мы выходим на сцену, задают вопрос, и у меня сразу. Хорошо, отвечаю. И произошла очень интересная ситуация. На нашей защите уже нам задавали вопросы, на которые отвечала я, отвечала наша команда. И потом один из членов жюри задал очень интересный вопрос. И я как-то срагировалась от этой ситуации и начала говорить. Но, как оказалось, это был неправильный ответ. Ведь я смотрю в эту сторону, а мои сокоманники вот так, с головой. Я понимаю, что я сказала что-то не то, но мы смогли выйти из этой ситуации. Юмористические способности нас спасли. Члены жюри все оценили, и мы смогли реабилитироваться и правильно ответить на этот вопрос. А для тебя, Маш, что было самым сложным? Наверное, самым сложным был день перед защитой, потому что у нас была небольшая паника. Нам нужно было срочно что-то переделывать, что-то менять. И я, наверное, больше волновалась по техническому представлению. То есть это презентация, видеоролик. Потому что изначально я должна была переключать презентацию и включать видеоролик. И это был очень какой-то странный, непонятный процесс. Нужно было сразу работать в нескольких окнах, что-то закрывать, тут же сразу открывать. Мы сначала очень долго не могли понять, как вообще вывести все это на главный экран. Но потом нам очень сильно облегчили задачу, и Аксения сама переключала презентацию. Ну, конечно, ей надо было еще отработать с текстом это, что она сделала. И я уже просто направляла сотрудника, который включал все презентации и дополнительные материалы, которые были у команд, и уже говорила, что и как нам нужно сделать, чтобы это все показать. В чем все-таки уникальность этого турнира? Почему год от года желающих в нем участвовать становится все больше и больше? Наверное, этот турнир дает нам возможность рассматривать действительно важные задачи, с которыми сталкиваются сотрудники «Газпромнефти». И этот интерес, который появляется у детей, которые заинтересованы в физике, в информатике, они сейчас, нефтегазовая отрасль, очень популярна. И поэтому они могут как-то направить свои знания на отработку навыков на реальных каких-то проблемах. Турнир «Умножая таланты» действительно дает тебе очень много возможностей. То есть это не какая-то там Олимпиада, где ты просто получаешь диплом какой-то о первом или втором месте. Здесь тебе помимо дипломов дают огромную кучу информации. Ты знакомишься с другими людьми, такими же умными, как и ты. Ты общаешься с ними на разные темы, ты общаешься с наставниками-преподавателями. Ты едешь в огромный образовательный центр, где, как уже мы говорили, куча лабораторий на совершенно разные темы, начиная с биологии, заканчивая физикой. И это вообще потрясающе. Рассматриваете ли вы его как инвестицию в будущее, такой своеобразную? Я думаю, что это очень хороший опыт, даже если мы не будем связывать свою жизнь с нефтегазовой отраслью или с компанией «Газпромнефть». Все эти навыки, весь этот опыт, безусловно, пригодится нам в жизни, начиная с работы в команде, заканчивая тем же самым ораторским мастерством. Получается, одна из главных мотиваций для вас – это, скажем так, обучение профессиям будущего. Ну да, наверное. Еще есть? В плане участия в этом турнире, ради чего мы участвуем? Ну, я очень хотела попасть в Сирию, чтобы пообщаться с ребятами, потому что для меня это действительно важно, не просто поболтать, а поболтать о проектах, которые делают ребята, чем они, в принципе, занимаются. Например, мы познакомились с ребятами из мыса Каменова, ну, мы познакомились с ними еще в прошлом году, в этом году мы снова встретились, и, как оказалось, их школа в их поселке построена… Ну, в общем, она спонсируется компанией «Газпромнефть», и у них там столько возможностей, у них куча 3D-принтеров, у них куча установок Ардуина, это там тоже вещь очень интересная, и они этим занимаются с начальных классов. Это действительно очень интересно, то есть у ребенка есть возможность заниматься в той сфере, которая ему интересна, прям, можно сказать, с самого рождения, и это действительно очень хорошо, полезно. А у вас, Мария, есть какая-то еще дополнительная мотивация? Ой, ну, вообще участие в турнире было очень спонтанным, можно сказать, даже решением, то есть мой скомандник Саша, он просто предложил нам, как, ну, поучаствовать, действительно узнать что-то новое, поработать, поразвиваться в сфере проектов, потому что это очень важный навык, и мы решили принять участие, потому что нам, всем 3 участникам, которые были в моей команде, очень интересна информатика, то есть это связано с программированием, все мы живем в сфере информационных технологий, поэтому, наверное, самой главной мотивацией это было показать что-то новое, предложить какие-то свои идеи и, безусловно, научиться полезным навыкам. Довольны ли вы результатом? Конечно, мы довольны, но, безусловно, хотелось бы добиться еще больших, еще лучших результатов, но по рейтингу наша команда заняла второе место, мы были очень счастливы, очень рады, но мы знали, что наш проект очень хороший, очень сильный и смотрится на фоне других команд добросовестно. Поэтому мы, конечно, рассчитывали на более хорошие результаты, но на самом деле мы не отчаиваемся, это только стимул еще больше стараться, развиваться, обучаться и уже в следующем году добиться еще лучших результатов. То есть есть стимул все-таки снова участвовать в турнире? Конечно, безусловно. Мне остается только пожелать вам удачи, успехов, классных проектов. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо.